Доброго здоровья! И сейчас ответы на вопросы. Про Луну. Руслан, а можно поинтересоваться историей освоения гитлеровской Германии материка Антарктида? Были ли там базы? Если сейчас... Если сейчас... Какие артефакты туда вывезли? Есть ли связь между немцами, улетевшими на Луну, и немцами, построившими базы в Антарктиде? Почему не дали американцам приблизиться к Антарктиде в марте 1947 года? И кто разгромил якобы научную экспедицию Соединенных Штатов под командованием Ричарда Берда? Кстати, очень верное замечание. Слово якобы научную. Это была бы военная операция. Но, по порядку. Можно поинтересоваться историей освоения гитлеровской Германии материка Антарктида. Да. Были ли там базы? Да. Есть ли они сейчас? Есть. Итак, история освоения. Сейчас кратко, в течение нескольких минут, попробуем уложиться. История освоения Антарктиды. Здесь, наверное, можно книгу написать. Хотя, а что рассказывать, смотря. Итак. Ещё со времён Первой мировой войны. Вообще группы, исследовательские группы, или оккультные группы, или тайные группы, есть, существовали и существуют везде и всегда. Так вот, на территории Германии после Первой мировой войны активизировались те группы, о которых сейчас пойдёт речь, или о которых мы отвечаем на вопросы. То есть те группы, особо интересующихся всем сверхъестественным, с научным уклоном, после Первой мировой войны, после поражения в Первой мировой войне, хотя там тоже условно поражение кем очень условное, В общем, в те времена военные действия для одних могут служить как средством трагедии, а для других как средством поиска, поиска смысла, поиска понимания и духовного роста. В том числе поиска новых видов оружия, новых технологий, новых возможностей, и в том числе и для поражения противника. Но для некоторых это являлось стимулом, для некоторых духовный поиск. И как раз люди из разных целей, из разных стремлений объединялись. И вот создавались группы. Вы найдёте в интернете, наверное, несколько разных названий. Общество Тули, общество Анненербе. Это всё разные группы, которые, бывало, на время объединялись или сотрудничали, потом вновь разъединялись. Потом терялись в истории сейчас. Хотя это терялись для большинства, для серой массы. Они продолжают существовать, хотя они разветвлялись, от них отсоединялись в другие группы, то есть они дробились. И некоторые из них достигали большего, чем другие их ответвления. И вот как раз в те времена становление Германии, то есть поднятие с колен и восстановление её экономики. И как раз между Первой и Второй мировой войной Германия развилась очень сильно. Она обогнала многие страны мира, если не все, по скорости развития, особенно научно-промышленной скорости. В том числе и познание некоторых запредельных возможностей. Но этим занимались группы, которые сейчас можно назвать «тайнами», то есть руководство, даже тот самый Гитлер и руководство Германии очень мало знало об этих группах. И эти группы как раз заинтересовывали руководство в финансировании их очень выборочными демонстрациями того, что они уже достигли, чтобы им выделили обеспечение, то есть их приняли на службу, чтобы их спонсировали или их приняли в финансировании. Чтобы им помогли расшириться и влиться в бюджет или особенно в глобальное финансирование. Так вот, группы некоторые вливались и были известны руководству Германии, некоторые нет. И группы посылали экспедиции, об этом известно, на Тибет, в Индию, на Север, на Юг, в разные страны мира. И была добыта информация, что в Антарктиде есть жизнь. И там есть входы, проходы во внутреннюю Землю. Еще там есть порталы. Там есть жизнь как физическая, так и четырехмерная, то есть в параллельных измерениях. Есть точки, при которых можно легче перейти в другое измерение или в другое даже время. Но это уже для другого видео, эти подробности. Итак, между Первой и Второй войной немецкие группы, внедренные в, группы, или о которых знало правительство, частично хотя, и которых финансировало правительство Германии, как раз разрабатывали, там были, разрабатывали, начали разрабатывать Антарктиду. Они это начинали делать еще и потому, что эти группы контактировали, начинали контактировать с инопланетянами, с информационными полями. То есть они стали видеть будущее с помощью своих возможностей, в том числе и духовных. Некоторые группы занимались больше технологиями, некоторые больше духовным поиском. Так вот, и они соединяли свои достижения вместе, иногда, некоторые из них. И увидели будущее, когда все-таки правительство Германии начало затевать войну, то есть начало двигаться в Европу, завоевывая страну за страной. Одно из этих групп увидели будущее, что, да, сейчас Германия на коне, сейчас она побеждает, сейчас, кажется, ничто не предвещает поражения или проигрыша, но они увидели в будущем, что Германия в итоге проиграет. Германия будет разбита. И поэтому они, не сообщая об этом Гитлеру и правительству стали, хотя были попытки, но они быстро поняли, что Гитлер в своих иллюзиях, и они стали разрабатывать, то есть они перестали сотрудничать. Некоторые и не сотрудничали вовсе, то есть группы, раньше сотрудничающие или сегодня еще сотрудничающие с правительством, то есть официальные группы известные, стали сотрудничать с тайными группами, о которых не было известно, и соединять силы. И стали разрабатывать о пути отхода. Хотя в какой-то степени все-таки об этом знал Гитлер и его приближенные, и частично, изначально это и финансировалось как именно через Гитлера, потому что освоение новых территорий шло по всем фронтам. Но часть людей делала это только для того, чтобы, знающих людей, чтобы перестраховаться, чтобы подготовить сплаты даром для отхода и для жизни после войны, после поражения в войне. Поэтому разрабатывались и Антарктида, и Южная Америка, и еще несколько веток более мелких. То есть в основном разрабатывались и Южная Америка с Антарктидой. Несколько стран в Южной Америке как раз, где зарождались базы. Северный полюс тоже пытались, но там сложности были. Поэтому Антарктида... Получилось закрепиться в Антарктиде. Итак... Сейчас я даже забыл вопрос. О освоении материка Антарктида... Так, наверное, сейчас продолжу отвечать на вопросы, потому что все-таки это отдельный вопрос. Здесь есть другие, пока более важные. Так... Какие все-таки базы в Антарктиде есть и были? Есть покинутые, кстати, а есть современные. Есть ли сейчас есть? Какие артефакты туда вывезли? Из того, что я бы назвал артефактом, ценным для меня, это библиотеки. Часть библиотек, которые не найдены, или ценных информационных скоплений в виде в бумажном и в виде табличек, в виде даже... Информация записана на берестовой корее. То есть, часть интересных, часть ценных информационных носителей было вывезено в Антарктиду. И там есть, существуют библиотеки. Или... Хотя, это уже для другого видео. Более подробно. Есть ли связь между немцами, улетевшими на Луну, и немцами, построившими базы в Антарктиде? Конечно, есть, но сейчас это отдельные группы, хотя они когда-то вместе работали. Сейчас они сотрудничают. Это уже... Так... Да, когда-то это была одна объединенная группа, которая разрабатывала и Антарктиду, и Луну. Так, почему не дали американцам приблизиться к Антарктиде в марте 1947 года? И кто разгромил якобы научную экспедицию Соединенных Штатов под командованием Ричарда Берда? А вот здесь самое интересное. Почему не дали американцам? Потому что американцы пошли целым флотом. Авианосцы, эсминцы, самолеты. То есть, они вооружились. Как это... Почему это произошло? Потому что американцы узнали... Разведка американская узнала, что есть база в Антарктиде. И они узнали, что она довольно-таки хорошо вооружена. Поэтому соорудили флот, который пошел в Антарктиду. И им дали отпор ровно потому, что у них, у американцев были планы. План А, план Б, план С. И некоторые из этих пунктов гласили захватить, то есть, один план захватить. Взять в плен. И при указании сопротивления уничтожить. Уничтожить всех, кто будет... Кто окажет вооруженное сопротивление. Случилось почти так, до наоборот. Американцы получили такой отпор, который они не ожидали. И технологии, которые им противостояли, были неожиданными. То есть, оружие, которое было применено, им было незнакомо. Что это за оружие, я не могу сказать, потому что это пока секретные данные. Не могу заглашать, да и мне не показывают подробно. То есть, они были атакованы не стандартным, даже сегодняшним оружием, которое принято на вооружение сейчас. То есть, это не снаряды, не ракеты, не пули. Это связано с сфокусированной энергией. Дальше пока не могу. Так. И кто это сделал так? Почему не дали американцам приблизиться к Антарктиде в Марте? И кто разгромил якобы научную экспедицию? Кто разгромил немцы? Как раз немецкие группы, освоившие Антарктиду, изначально старались держать тайну все в секрете. Но, поскольку американцы взяли в плен часть ученых при разгроме Германии, там оставались ученые, которых допрашивали и которые раскрыли... Вот, после поражения в 1947 году в Антарктиде, американцы стали допрашивать с пристрастием ученых немецких, которых они захватывали при разгроме Германии. И те открыли тайну, что есть другие группы. Одна из них в Антарктиде. Американцы стали пытаться соединиться, то есть через этих ученых достичь, договориться, или, поскольку военным путем у них не получилось, так они пытались путем переговоров все-таки вызвать на мирные переговоры немецких. То есть через захваченных немецких ученых у себя они пытались найти лазейки к тем ученым, которые жили в Антарктиде, к той группе, которая дала им отпор. И у них это получилось. То есть вышли на контакт и в итоге встретились немецкая группа и американская группа. И немецкая группа, поскольку превосходила в возможностях, в технологиях и в уме американскую, поэтому при встрече американцы сделали им предложение, на что немецкая группа антарктическая поставила условия, с которыми американцы не могли мириться и поэтому отошли. Не стали пока ничего делать, но... Так, сейчас время заканчивается, что успею, скажу. Так, или продолжение в другом видео. Да. Итак, до следующих встреч. Пока. Задавайте свои вопросы, если вы желаете узнать, что было дальше или что вообще происходит тайного, непонятного у нас на Земле и за ее пределами. Так, до следующих встреч. Пока.